Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про iOS, а именно я вам расскажу несколько лайфхаков, связанных с клавиатурой и жестами. Меня зовут Максим, вы, как всегда, на канале Диоми Саундш, поехали! Итак, на самом деле, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, я думаю, что знают достаточно многие, а именно жесты клавиатуры и жесты, конечно же, функций всяких скопировать, вырезать, но, тем не менее, я уверен, что еще большее количество людей этого не знают и пользуются как-то этим всем по старинке, поэтому давайте, собственно, начинать. И, конечно же, нам в этом поможет приложение заметки, у меня вот здесь накидана заметка, это, если что, я сломал свой Hackintosh и нужно было какие-то варианты придумать, чтобы это все вернуть, тем не менее, она нам подойдет вообще стопроцентно, чтобы я вам показал варианты. Во-первых, конечно же, мы вызываем с вами клавиатуру, куда без этого, и что мы делаем дальше? Начнем с того, что многие выбирают вот так, то есть просто тыкают в экран пальцем и выбирают, что они хотят, но это не всегда удобно и нужна иногда большая точность, и, если вы вдруг не знали, то вы можете удерживать пробел, то есть вы держите пробел, и у вас курсор передвигается. Вы можете передвигать его куда вам угодно, это, на самом деле, очень удобно и позволяет достаточно быстро со всем этим разбираться. Дальше, давайте, собственно, перейдем с вами к жестам, которые у вас могут возникнуть. Например, мы берем и хотим скопировать что-то, как обычно. Мы держим палец, потом еще раз нажимаем, тут появляются какие-то штуки, мы тут выбираем скопировать, а иногда вот оно не выбирается, и это все очень долго. На самом деле, начиная с iOS 13, Apple все максимально упростили. Смотрите, вам нужно выделить слово, вы нажимаете два раза. Вам нужно выделить предложение, вы нажимаете три раза. Вам нужно выделить абзац, вы нажимаете четыре раза, и у вас выделяется весь абзац, здесь просто как такового абзаца нет, поэтому у вас все это будет работать нормально. Работает это круто, работает хорошо. Еще раз, два раза нажимаете слово, три раза предложение, четыре раза абзац. Что делать с этим дальше? Мне это надо вырезать, скопировать, вставить. Можно использовать так, но можно сделать по-другому. Вы можете, давайте выделим, вы можете тремя пальцами вот таким щипком как бы забрать. Забрать это значит скопировать. У вас появится надпись скопировать. И, соответственно, вы можете потом вот таким вот щипком как бы вернуть это все. Так, ой, щипок вы делаете, и у вас это все возвращается. Но вы подумали, что типа, блин, что-то я сделал не то, что мне нужно. Вы берете три пальца, не знаю, какими вам удобно, вот этими, вот этими. Берете три пальца и смахиваете справа налево. Это значит возвратить действие, как бы не применять. И потом вы подумали, блин, мне же это надо было все-таки вернуть. Слева направо, тремя пальцами, и это все у вас, собственно, вернется. Давайте сейчас покажу. Вот так заходим. И слева направо, тремя пальцами, конечно же, это все возвращается. Здесь каких-то проблем нет. Поэтому такой вот простой достаточно способ. Ничего сверхсложного. Пробелом управляете курсором, щипками забираете, вставляете. Или, например, справа налево, слева направо. Это все возвращаете вперед-назад. Если вам нужна какая-то, ну, скажем так, консультация, давайте вернем, то вы тремя пальцами просто касаетесь экрана, и у вас наверху появляется полоска. Если вам неудобно, например, что-то там вот так копировать, вставлять, то вы можете пользоваться ей. И еще одна такая фишка, например, если вот вы выбрали, дальше мы касаемся тремя пальцами, и вы хотите вырезать. То есть у вас есть кнопочка ножниц вырезать, у вас есть здесь вырезать. А как вырезать с помощью жестов? Все просто. Берете, делаете щипок и еще один щипок. То есть делаем один щипок, скопировали, делаем второй щипок, вырезали. И, соответственно, можем же это сюда вставить. Проблем здесь нет абсолютно никаких. Не всегда этим бывает удобно пользоваться. Я лично жестами, бывает, делаю копирование и возвращение. Можно назад делать, но вот назад, сбоку экрана, это не всегда удобно. Поэтому я чаще нажимаю три раза, и с помощью стрелочек это все удобно конфигурирую. Есть еще старый метод, когда вы вот так вот трясете телефон, и у вас появляется вот эта надпись «Не применять набор текста», и вы здесь всегда такие «Не применять», «Повторить», «Отменить», «Что?». Поэтому, наверное, эта вещь не самая удобная, скорее, это такой анахромизм уже. Но, тем не менее, вот такая вот штука есть, чтобы вы знали. Вот такой для вас пятничный лайтовый ролик. Если контент, который в нем указан, вам понравился, пожалуйста, поставьте ему большой палец вверх. Мне это будет очень приятно. Конечно же, там внизу подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, потому что сегодня же у нас айфончики новые вышли, да, мини, промакс. И надо, наверное, будет нам с вами про них поговорить. А как это сделать, конечно же, мы на следующей неделе обсудим. Я для вас подготовил очень интересное видео, как сэкономить на покупке айфона. Причем это не какие-то левые способы, а реально, как можно сэкономить на покупке айфон легально. Поэтому я думаю, что вам это тоже будет очень интересно. Опять же, нажимайте на колокольчик, чтобы это все не пропустить. Ну и, конечно же, жду ваши мысли в комментариях. Знали ли вы про эти способы? Не знали. Я с удовольствием почитаю с вами, пообщаюсь. Может быть, у вас какие-то вопросы остались, поэтому давайте пишите, будет интересно. Ну и, как обычно, вот эти два ролика специально подобраны для вас в мануэл-алгоритме YouTube. Зацените, если не видели. И вот сюда кое-нибудь жмите, чтобы подписаться на канал. Ну а с вами был Максим. Спасибо большое за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на «С koyдание»! Продолжение следует...